Финал дрифт-битвы Asia Pacific D1 GP состоялся во Владивостоке. Трехдневные автомобильные соревнования собрали тысячи зрителей, которые наблюдали за красочными заездами 40 пилотов со всего мира. В одиночных заездах Танцо, вокруг которых был сконцентрирован первый день соревнований, тройку лидеров замкнул индонезийц Эммануэль Амандио. Второе место занял гонщик из страны восходящего солнца Масата Кавабата. Золото в копилку родины дрифта добавил легендарный Daigo Saito на своей Toyota Mark II. Российские пилоты, увы, до пьедестала в сольных выступлениях не дошли. Парные заезды стали главным событием мероприятия. На заезды Цуэса, кроме все тех же азиатов, отобрались и российские гонщики, включая двух владивостокских пилотов Сергея Воробьева и Виталия Симоненко. Увы, но схватка лучшей восьмерки была не по силам приморцам. После красивых финалов японцы вновь праздновали победу. Пьедестал почти не изменился. Daigo Saito на первом месте, Кавабата на втором. Бронзу забрал еще один японский дрифтер Хидиюки Фудзина. Я приезжаю сюда уже третий год подряд. Нравится премринг. Ваша трасса особо не отличается от других автодромов, но при этом имеет свои уникальные сложности. У ваших спортсменов, кстати, заметно выросло качество езды. Кажется, дрифт в России по стилю уже вплотную подошел к дрифту у нас на родине. Примечательно, что японцы отправляли на премринг шесть лучших пилотов Диуан, которые, по сути, продемонстрировали точно такой же расклад сил, как и в японском чемпионате. Приморочка впервые в своей истории завоевала серебряные награды Кубка Сибири и Дальнего Востока. Одержав сенсационную победу в пяти партиях над Сахалином в полуфинале, в решающем матче нашей команде противостоял еще один представитель Суперлиги – Енисей. После грандиозного успеха приморская команда выходила на игру с настроем только на победу, но оказать сопротивление смогла только в первых партиях. В итоге обидный разгром от Енисея со счетом 0-3. Несмотря на это, волейболистки Приморочки выходили на награждение с хорошим настроением. Ведь серебро Кубка Сибири и Дальнего Востока – это лучший результат за всю историю существования команды. Да и к тому же отличный старт в новом сезоне. А вот Спартак Приморья только начинает свое шествие в одноименных соревнованиях. Кубок Сибири и Дальнего Востока для нашей команды начался, правда, с двух поражений. Сначала Приморцы открывали турнир матчем с Иркутом. Игра началась ровно, а после первой половины спартаковцы уже уверенно вели в счете. Но затем красно-белые полностью проиграли две четверти. Итоговый счет 72-80 в пользу иркутских баскетболистов. Вторая игра стала этаким дальневосточным дерби на выезде. Спартак встречался с Сахалином. Ситуация здесь полностью повторилась. Хорошее начало и смазанная концовка. Но разгром от чемпионов в Суперлиге оказался куда больше. 77-100 в пользу островитян. Следующий матч в рамках Кубка Владивостокский клуб проведет с Барнаульским Алтайбаскет. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.